Команда российской нападающего в ночь на пятницу уступила со счетом 2 к 5 Каролине. У победителей шайбы забросили Брент Бернс, 30-я минута, Брэдди Шей, 34, Тиува Теровайнин, 38, Джиллен Читфилд, 43, Мартин Ничас, 46, у проигравших, Кирилл Капризов, 28, Мэтт Балди, 48. На падающий Каролина Андрей Свечников отдал две результативные передачи, а также получил в третьем периоде матч-штраф, толкнув в борт головой Брэндона Дюхема. 25-летний Капризов забросил сотую шайбу в 180 матчах регулярного чемпионата. На падающий выступает в НХЛ с 2020 года. В текущем сезоне на счету Капризова 53 очка, 26 в шайб плюс 27 результативных передач. Каролина является лидером столичного дивизиона, в 45 матчах она набрала 64 очка. Минни Сата располагается на третьей строчке турнирной таблицы центрального дивизиона, набрав 54 очка в 44 играх. В следующем матче Каролина 22 января на выезде встретится с Нью-Йорк Айлендерс. Минни Сата в этот же день в гостях сыграет с Флоридой. Форвард Сент-Луис Алексей Тарапченко забросил свою третью шайбу в сезоне в домашнем матче с Нэшвиллом, 5 к 2. Его одноклубник Павел Бучневич отдал результативную передачу. Вратарь Торонто Илья Самсонов в домашнем матче с Винни Пигом, 4 к 1, отразил 37 бросков из 38 и был признан второй звездой встречи. Вратарь Флориды Сергей Бобровский в выездном матче с Монреалем, 2 к 6, был заменен уже на третьей минуте встречи из-за травмы. Галкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин в домашнем матче с лидером регулярного чемпионата Бастоном, 1 к 3, отразил 24 броска из 27. Бастон выиграл четвертый матч подряд, серия команд из побед в гостевых играх теперь составляет 5 встреч. Вашингтон на выезде обыграл Аризону, 4-0, в составе победителей по две результативные передачи на счет у защитника Дмитрия Орлова и нападающего Евгения Кузнецова. Продолжение следует...